здравствуйте друзья с вами кузнецов дмитрий и канал центра юридической защиты компании аля мы помогаем людям попавшим в трудную финансовую ситуацию создаем условия когда вашим кредиторам будет выгодно отказаться от претензий работаем по всей россии условия работы на нашем сайте ссылочка на сайт в описании любого ролика этого в том числе посмотрите на сайте видео презентацию чтобы вам было все понятно ну а я вам предлагаю послушать очень интересный на мой взгляд достаточно спокойный но как многие многие любят говорить с чувством с толком с расстановкой здесь очень я рекомендую слушать до конца весь ролик особенно тем кто недавно на нашем канале и задает вопросы но если грубо то неужели можно не отвечать на звонки коллекторов ну или банкиров а уж тем более такого крутого банка как сбербанк и очень часто я слышал а как вы со сбербанком а как вы с фтб а вот так законы для всех одинаково описаны друзья послушайте как можно спокойно совершенно без эмоционально поставить звонящего на место еще остаться правом и вынудить звонящего признать что полностью тот кому он звонил оказался прав в отличие от того кто звонил ну давайте послушаем чтобы не быть голословным сотрудник сбербанка звонить по сформировавшемуся долгу и остается ни с чем более того остается как говорится не удел слушайте пожалуйста что вы хотели от меня ваше мелочи напомните альгуль солитовна можно просто альгуль да конечно отлично я вас слушаю александр афанасьевич это вы да я да я слушаю вас говорите что вы хотели мне уже просто если предложение какое-то от банка то мне сегодня уже звонили предлагали карточка кредитную я сказал что подумаю нет мы не по предложению вам звоним мы сейчас звоним вам из управления по работе проблемный задон судебный этап взыскания по поводу кредитной карты вашей которая на задолженности находится 60 дней сумма задолженности 40 тысяч 900 рублей вижу что ранее с вами разговаривали наш сотрудник информации я же говорю сегодня сегодня звонили да но только немножко по-другому предлагали карту с кредитным лимитом 140 тысяч и я сказал что я подумаю еще переспросила можно ли вот задолженность за счет этой карты погасить они мне сказали что у вас на самом деле будет лимитом 200 тысяч ну из них часть вот уйдет на погашение у вас теперь будет новый кредит и вы никому ничего не будете должны вот так мне предложили я сказал что я подумаю я поняла откуда вам звонили с какого отдела стой фиг его знает так же сказали сбербанк россии да и все вам информацию нужно уточнить потому что такого предложения я не вижу по кредитной карте как это это что я так и знал сейчас вот весь интернет от имени сбербанка мошенники звонят блин а вы не мошенник я уж извините я тогда давайте выяснять назовите мне кодовое слово мое вам кодовое слово необходимо когда вы с контактным центром не 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 это когда мне что-то необходимо сейчас вам что-то необходимо и четко конкретно в отделении когда я открывал счет когда я еще что-то делал мне допустим вот это предложение было и гуль когда мне предложили кредит и я так вот подозреваю что ну потому что я человек как говорится интересующийся я спросил а что и как мне говорят если вы боитесь вы просто сейчас спрашивайте у любого звонящего кодовое слово сотрудник банка имеющий доступ к вашему делу знает это кодовое слово пускай он вам его назовет если нет то это мошенник ну я надеюсь по голосу таки с таким голосом мошенников не существует айгуль скажите мне кодовое слово и мы продолжим разговор александр афанасьевич нет неправильно подождите пожалуйста я вам скажу хорошо кодовое слово давайте говорите а потом сами потом уже какие вам удобно выводы сделаете я вам звоню сейчас службу взыскания управления по работе проблемной задолженности судебно взыскания у нас нет вашего кодового слова альгуль подождите давайте разберемся вы мне звоните по причине что вам что-то от меня нужно я правильно понимаю если бы мне нужно было я бы вам позвонил назвал бы кодовое слово вы бы меня идентифицировали и начали бы со мной разговаривать сейчас вы мне звоните я так понимаю вам что-то нужно от меня ну давайте попробуем без кодового слова пообщаться но я сразу предупреждаю что я не буду вам никакой конфиденциальной информации о себе говорить тем более о своих взаимоотношениях финансовых с кем-либо то есть о ваших долгах вы не готовы разговаривать а я же меняемый человек еще чего долги это очень интимная вещь вы наверное с этим спорить не станете я поняла если мы с вами не сможем продолжить разговор по поводу вашей просроченной задолженности мне придется завершить с вами диалог наши сотрудники будут позже с вами связываться да ради бога я что против но пускай ваши сотрудники разговаривают нормально имеется ввиду они сами себя идентифицируют а то получается звонят неизвестно кто еще раз потому что вы не будете спорить что интернет переполнен предложениями мошенников вот звонят сейчас смс всякие присылают мне вот в день по 5 смс отправьте слово да и там вы выигрите приз да типа ну это вообще совсем детский сад от сбербанка так вообще от сбербанка вообще под именем сбербанка столько развода хорошо я поняла а чего проще чего проще просто писать письма на адрес который указан если вы заинтересованы в ваших кредитных обязательствах очень заинтересованы не в обязательствах я не заинтересован это вы заинтересованы в ваш банк вам необходимо этот вопрос решить как у меня руки связаны ну если вы не можете по телефону решать вопросы в банк обращайтесь так почему нет стоп секунду но мне ничего не надо я очень буду рад если банк из-за того что он такой беспомощный не сможет со мной эти вопросы решить и податься на меня в суд и ради бога и в суде мы будем уже действительно манипулировать потому что когда в суде что-то все нормально и письма пишутся и все в законном формате решается просто если есть судебное разбирательство Игуль то идет заказное письмо где высылается допустим иск от истца я имею право высказать свои возражения тоже в письменном формате ну заочный процесс и все это оказывается нормально а вот на этапе досудебного урегулирования пытаются голосом из трубки уж извините что я вас ассоциирую с неодушевленным предметом в данном конкретном случае просто со звуковыми волнами пытаются что-то решить никакой юридической силы вот эти звонки не несут в себе что бы я вам не сказал в эту трубку что бы я от вас не услышал из этой трубки это все только звуковые волны айгуль вы понимаете да чего проще взять написать конкретное письмо со своими предложениями или вопросами все да а не пока я кодовое слово не услышу не будем я поняла я тогда данную информацию зафиксирую коммуникационный банк будет поступать так же в виде письма тоже будет направлена вам информация давайте так давайте проверим вот смотрите если вы официальное лицо официальный звонок то мое заявление вы же сказали разговор записывается будет донесено итак я официально заявляю под запись разговора что я отказываюсь от общения по телефону и настаиваю на письменном общении со мной понимаете если вы сотрудник банка и вы действительно сейчас совершаете официальный звонок то эта информация должна дойти до нужных людей и не перестанут звонить вы совершенно верно говорите что есть возможность отказаться от коммуникации со своими банками это невозможность в данном конкретном случае теперь ваша обязанность у вас на основании 230 федерального закона я имею право выбирать способ общения с вами вам нужно написать заявление нет через наше что вы это делаете это наверное нет еще раз нет если я если вы официальный звонок айгуль совершаете и запись разговора у вас для чего-то ведется так вы должны эту запись разговора с моими категорическими требованиями передать тем людям кто полномочен делать выводы и решения принимать вот так айгуль а то что я могу написать или не написать это дело десятое я понимаю что вы сидите в банке у вас за плечами куча руководителей на дорогих машинах и все остальное но это не значит что вы выше закона а уж тем более выше гражданина российской федерации вторая статья конституции российской федерации честь и достоинство гражданина является высшей ценностью государства это я имею право требовать способы общения со мной понятно а не банк мне может предлагать какие-то способы общения вы оказываете услугу а я потребитель вот и все я вам информацию предоставила всего доброго до свидания да друзья я знаю всегда будут да что вы да девочки да колебались и вообще взял надо отдавать девочка молодец она хорошо работает она на своем месте а я с этим и спорить не буду вот в этом случае девочка молодец она не перегибала палку она оставалась там куда ее посадили она не пыталась себе корону надеть на голову линип какой-то нарисовать над головой она просто выполнила тупо свою работу и при том при всем выслушала человека и мне кажется где-то что-то даже может быть у нее проблеснуло промелькнуло желание задуматься ну а я предлагаю всем кто еще не задумывался либо думает в каком-то одном направлении задуматься для разнообразия в другом направлении что такое банк откуда у банка деньги берутся неужели вы до сих пор думаете что проценты по кредитам формируются благодаря отданным кредитам неужели вы думаете что банк дает деньги которые привлекаются в качестве вкладов а если вы такой человек если вы так думаете то вы ну так я вам скажу очень-очень сильно опаздываете от текущего времени если вам интересно это все посмотрите у нас на канале целый плейлист обращение Кузнецова Дмитрия к слушателям канала где я четко подробно в некоторых роликах рассказываю откуда у банка деньги берутся любой из вас это может проверить если вы в это не верите либо может быть вам лень а то просто тогда послушайте и сделайте выводы или хотя бы задумайтесь эта информация не из пальца высосана еще лучше подписывайтесь на наш канал очень много интересной информации здесь есть ну и тем кому нужна юридическая защита я еще раз повторю у кого трудности кто сам не понимает как бороться с банковским беспределом кто последние деньги отдает ростовщикам банкирам коллекторам микрофинансовым организациям я предлагаю пройти на наш сайт на сайте есть видео презентация как устроена работа кредитных юристов компании Алям посмотрите заполните заявку либо позвоните и мы с удовольствием вам поможем подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и дизлайки пишите комментарии с вами был Кузнецов Дмитрий центр юридической защиты компания Алям всего вам доброго друзья до свидания до свидания до свидания до свидания